Всем привет! С вами Зожник, физкультурник Алексей Шредер. Продолжаем рубрику «Информативный атлетизм. Ответы на вопросы подписчиков». Я давал анонс во вкладке «Сообщество» на YouTube-канале. Вчера люди набросали вопросы, залайкали те вопросы, которые им понравились от других подписчиков. И вот эти вопросы открыты передо мной. Сейчас я их буду читать и буду стараться максимально кратко отвечать на каждый из вопросов, чтобы за время примерно 20 минут охватить максимальное количество вопросов. Ну а вы, друзья, если любите эту рубрику «Информативный котлетизм», ставьте лайки со всех ваших аккаунтов, пишите комментарии, можно даже несколько, желательно длинных, чтобы эти комментарии учитывались при распределении видео в поиске. Ну, а я начинаю. Первый вопрос. Алексей заметил в одном из видео, как твой ученик перед золотым подходом пожал больший вес на один повтор, и ты прокомментировал это как для включения. Сам так уже давно делаю и заметил, что работает. Расскажи, пожалуйста, подробнее, каков механизм метода, как работает, не считается ли своеобразным читингом или мухляжом. Не знаю, почему тут читинг или мухляж. Как часто можно использовать в каких упражнениях и как используешь сам. Заранее благодарю. Ну, так, чтобы рассказывать прям механизм, я то и не совсем знаю механизм. Я не ученый. Данный метод включения мышц и в целом опорно-двигательного аппарата от стороны нервной системы я подсмотрел несколько лет назад, по-моему, у американского блогера Джеффа Кавальера. И давно это дело применяю, в том числе и с учениками, и в том числе в программе платно-эффективного минимума, и в программе натуральный предел, кстати, тоже предусмотрено. Вот так на разик выполнять больший вес, чем будет потом в рабочем подходе, там, допустим, на 8 повторений. Что это дает? Ну, как теоретически было, по-моему, у Джеффа Кавальера сказано, включение высокопороговых волокон. Потом, когда ты возвращаешься на чуть меньше веса и жмешь его на 8 повторений, ты как бы с первого повторения уже включенный, в кавычках, и тебе легче дается вес. Да, я замечаю, что действительно так. А еще, возможно, включается центральная нервная система, то есть ты ее должен включить именно на тот вес, с которым будешь работать. А не так, что у тебя, допустим, рабочий вес 100 на 10, ты последнюю разминку делаешь 85 на 5, потом сразу вешаешь соточку и жмешь в отказ. У меня это работает не очень, потому что после 85 на 5 я недостаточно включен, чтобы сразу раз и сотку жать на количество. С первого повтора на сотке будет чувствоваться недоразминка. По крайней мере, у меня так работает. Нужно 105 примерно пожать на один повтор, а то и 110 для меня. Я вот лег, пожал, там включился, ну это я к примеру говорю, все цифры из головы. А потом, когда я вернусь к сотке на 8, у меня уже с первого повтора как-то легче заходит, как бы уже нигде никакая связочка, сухожилие не тянется, мышцы уже как будто такие рабочие, теплые, в кавычках, центральная система нервная, включенная. Вот так я это ощущаю. Ну, с учениками это же осуществляю, ну, я прям так не расспрашивал, работает у них так оно или нет. Наверное, да, но вот по себе сужил. И вот так это рассказывал, по-моему, Джефф Кавалер. Сам применяю в базовых упражнениях эту вещь. В жиме лежа, в отжиманиях на брусьях, в приседаниях, в становой тяге применял бы, если бы ее делал. Ну, вот в таких максимально базовых движениях. Если поднимаете штангу там на бицепс или какую-то изоляцию делаете, там этого, конечно, не нужно будет делать. Или какие-то специализированные упражнения, там тоже такого делать не нужно. А в базовых, да, тот же армейский жим и подобные. Применяйте, вам понравится. Не пойдет. Не, не пойдет. Так, этот вопрос, думаю, будет многим интересен. Алексей, вот, например, ешь ты своих 1,1-1,3 граммов белка на килограмм своего веса. Сила и мышцы масса растет. И тут ты вдруг убавляешь в своем рационе количество белка, например, до 0,5 грамм на килограмм. Итак, держишь планку несколько месяцев. Вопрос, что тогда будет? Откат, застой или же организм все же сможет найти резервные, альтернативные источники белка, чтобы обеспечить хорошую работу мышцы? Будет ли дальше идти прогресс в тренировках? Итак, если обрезать от 1,3 грамм белка на килограмм веса тела до 0,5, как вы пишете, то через какое-то время начнется деградация мышц силы. У вас будет откат. Я это не проверял, я не извращенец, чтобы это проверять. У вас, видимо, извращенная фантазия, раз вы задаете такой вопрос, или вы предрекаете себе в неком ближайшем будущем попасть вот в такую ситуацию, я не знаю. Но я уверен, что произойдет откат, потеря сил, и, в общем, не только в зале будет откат, но и в жизни. Организм начнет терять здоровье, в этом я уверен. Тем более, если человек продолжает тратить белок, тренируясь, он не просто выживает, а тренируется. Поэтому, естественно, никому не рекомендую заниматься такой ерундой. В организме человека нет в кишечнике такой мощной микрофлоры, как у гориллы или коровы, которые не питаются белком, употребляют тупо там клетчатку, и огромное количество, несколько килограммов микроорганизмов в кишечнике преобразуют эту клетчатку в какие-то свои нужные вещества, и на выходе дают аминокислоты, необходимые для гориллы или коровы. У нас с вами, у людей нет такого кишечника и такого большого количества вот этих бактерий. Так что без белка не получится у организма вырабатывать этот белок в нужном количестве. В каком-то будет вырабатываться в кишечнике аминокислоты, но очень мало и не хватит. И будет деградация. Так что не страдайте ерундой. Следующий вопрос. Лёха, если ты перебираешь с нагрузкой на тренировки, бывает ли, что проседает иммунитет и начинается насморк? Да, бывает. Смотрите, если у вас регулярно начинается насморк, проседает иммунитет после ваших тренировок, то определённо можете сказать, что у вас неправильная для вас программа, для вашей жизни или для натурального атлета в целом. Неправильная программа. Она с перебором нагрузки, с избытком объёма. Так не должно быть ни в коем случае. Я уже об этом говорил. С тренировки натуральный атлет должен уходить с лёгким голодом к тренировке. То есть он должен сосредоточен быть на прогрессировании, на прогрессии нагрузки в немногочисленных упражнениях, которые он выполняет. А не в том, чтобы задолбать себя на тренировке. Будете задолбывать на следующий день, через день, будете слегка прибитым, убитым, будете сморкаться и будет иногда горло побаливать и так далее. У меня такое бывает, допустим, когда какая-то там съёмка, плюс моя тренировка, плюс потом ещё одна съёмка, либо когда много заруб сразу, вот как на день рождения мой был, много всего делали, сразу раз, на следующий день немного проседает иммунитет. Не скажу, что всегда прям сразу там начинаешь чихать, но как минимум в голове такая муть. Пол следующего дня такая небольшая муть может даже побаливать голова. Вот такой лёгкий перетренд получается. Получается, вот такие вот чудеса. Программа может быть правильная, но в результате того, что вы хронически не доспали последних два дня, переволновались там последний день или ещё что-то, могут наступить подобные же последствия. Единичные случаи, если это связано с обстоятельствами жизни, тогда нормально, тогда программа нормальная. Но если я повторюсь регулярно, программа абсолютно ненормальная, срочно её меняйте. И вообще я рекомендую всем натуральным атлетам, которые имеют желание наращивать силу и мышцы, переходить на мою программу эффективного минимума Half Body. Хотя даже по этой программе есть уникальный случай, мне писало пару человек, там из пары тысячи купивших, что тоже как бы в перетренд идут. Но это совсем тяжёлая жизнь, тут я уже развожу руками. А так, в целом, эта платная программа, пишите мне в личку, максимально поможет избегать вот этой ерунды с постоянными перетренами, с полуубийством центральной нервной системы, и вы не будете хворать каждый последующий день после тренировок. Сильное заявление. Мои ученики и я занимаемся по этой программе. У неё куча вариаций, все эти вариации прям прописаны в самой программе. Следующий вопрос. Алексей, между тренировками в зале ты тренируешься на турниках и брусьях с весом собственного тела, или можешь, как-то разминаешься в свободные дни? Я практически в свободные дни ничего такого не делаю специально, хотя я читал целую статью у Массачусетского университета, где рассказывалось на примере проведённых научных исследований, что лёгкая работа на мышцы, кардио-работа лёгкая или работа на мышцы в виде упражнения, в виде кроссфита помогает восстанавливаться мышцам. То есть, если вы реально в зале работаете на турнике на брусьях с нормальными такими дополнительными весами, то в дни между тренировками вы слегка можете подтягиваться, отжиматься на брусьях без всякого закисления, без всяких приближений к отказам. Ну, вот так, налегке, да, что-то делать, то это только помогает восстановлению мышц. Там, если вы приседаете с большими весами, где-то между тренировками со своим весом тела приседаете, делаете какие-то выпрыгивания, ну, подобные разминки, это должно помогать, как уверяют нас в этом научные исследования, и я заметил за собой нечто подобное. Однако сам я, просто проходя мимо турников, ну, что-то делаю слегка. Дома могу что-то поделать, резинка у меня тут лежит, с гантельками могу, ну, так, по-быстренькому поделать. Это не носит системный характер в моем случае. Ну, просто, чтобы размяться. Мне, когда я разомнусь, как-то лучше становится. В целом, как-то в тонусе. Лучший тонус ощущаешь после разминки, чем без разминки. Но, повторюсь, у меня это не системно. Если вы это будете делать, то это будет хорошо, если не будете лениться. Если бы я это делал, то тоже было бы хорошо. Ну, скажу еще раз, нет какой-то системы. Вот просто там, чуть-чуть. Вот это вот. Вот так вот. Вот так вот. Следующий вопрос. Алексей и подписчики, приветствую. Хотелось бы вернуться к вопросу тренировки ИКР. Думаю, с приближением сезона шорт многим будет актуально. Как часто тренировать? Сколько упражнений и повторений рекомендуешь? Видел ли примеры эктоморфов, которые реально спрогрессировали в объеме ИКР? Сразу скажу, что эктоморф – это не приговор для того, чтобы у тебя там были более-менее неплохие ИКРы. ИКРы, они, мне кажется, очень странные мышцы, которые с МОРФностью не связаны. Бывают у МЕЗОМОРФа очень тощие ИКРы, а бывают у ЭКТОМОРФа очень хорошие ИКРы. И я сейчас не про отечность говорю, а именно про мышцы. Ну, они как-то, знаете, как сами по себе. Прилепили их. К любому скелету прилепили разные ИКРы. Как будто тот, кто все это лепил, перепутал. Кому какие ИКРы, да? Так что эктоморф – не приговор. Бывают отличные ИКРы у ЭКТОМОРФов и хорошо растут. Так что здесь не по морфности нужно отслеживать, а вот по тому, ну, какие ИКРы у человека без тренировок. Обычно, когда дано, ИКРы и без тренировок уже неплохо выглядят. А когда не дано, без тренировок ИКРы выглядят вот так, как куриные ножки. И вот тогда их тяжело будет накачать. Даже если это эндоморф будет. По-моему, у Денниса Вольфа, у человека с отличной генетикой, помните, выступал на Олимпии. Были очень плохие, слабые, тощие ИКРы. Моя рекомендация – ИКРы можно тренировать даже два раза в неделю. В отличие от крупных мышечных групп. Одно-два упражнения. В каждом упражнении по 2-3 рабочих подхода. Рабочие подходы выполняем с паузами где-то по 2-3 минуты. На около 12 повторений. То есть, допустим, одно упражнение подъема на носки с весом каким-то. Допустим, два рабочих подхода после парочки разминочных. По 12 в отказ. И второе какое-нибудь на ИКРы упражнение. С разведенными там носками в стороны или внутрь. Или сидя там какой-то вариант подъемов на носки. Тоже после разминки парочка рабочих подходов. На 10-12 повторений. Сам я делаю там часто на 8 повторений. Но рабочий подход последний обычно многоповторный. 15-18 повторений. То есть, в неделю может получаться отказных подходов на ИКРы. Даже штук 6. Сам я лично тренирую ИКРы один раз в неделю. Мне достаточно. Три подхода рабочих делаю по где-то около 10 повторений. Раз в неделю. Мне нужно больше. Какова, на твой взгляд, периодичность замены циклов тренировок для так называемого удивления организма? Для того, чтобы пробить плато и продолжить прогрессировать. Я не считаю удивление организма чем-то, что помогает пробить плато. Наоборот, я считаю, что удивление организма для натурального атлета – это откат. Это всегда стресс, встряска, которая, скорее всего, откатывает ваши силовые показатели. И у меня оно так происходит, у моих учеников по жизни, поэтому я так утверждаю. Для химиков, возможно, это иначе. Арнольд Шорснеггер, допустим, ну, понятно, он на фарме занимался, он всегда говорил, мышцы нужно удивлять. Я, когда пытаюсь удивить мышцы, вы знаете, у меня сразу откат и потеря сил. Самое основное, как я заметил, это тренироваться по программе выверенно, шаг за шагом, потихоньку, по какой-то правильной программе, которое не вызывает со временем накопление усталости. Большинство программ вызывают накопление усталости, и они не совсем правильные в длительном периоде. Поэтому надо либо периодизировать там что-то, либо менять программу, сокращать объем нагрузки. Я занимаюсь по программе эффективного минимума, у меня нет накопления усталости. Нужно просто заниматься, заниматься, и потихоньку прогресс идет. А мне, кстати, уже с высоты 25 лет тренировок подряд это делать сложно, но все равно получается. У учеников получается лучше, потому что у них нет за плечами 25 лет тренировок. Удивлять организм не надо. Если вы натурал, не рекомендую. И никаких периодичных циклов и их замены не требуется. Менять программу нужно тогда, когда у вас меняются цели тренировок. С силы на выносливость переходите в акценте, программа меняется. Хотите жим максимально подтянуть, а на брусья забить, потому что вам нужен жим, тогда программа меняется. Хотите стритлифтинг в основе программы, меняется программа. Хотите пауэрлифтинг в основе программы, программа меняется. Хотите, собственно, весом тела максимальное количество подтягиваться, турники и отжиматься на брусьях, программа меняется. Со сменой целей. Но не ради того, чтобы удивлять. Не делайте так, если вы натуральный атлет. Забыли об этом. Следующий вопрос. Алексей, у вас бывают перекусы между основными приемами пищи? Сейчас все топят за редкие приемы пищи, чтобы ЖКТ отдыхал и не пхать в себя еду в пищевых паузах. Конечно же, я не перекусываю. Во-первых, когда всякие будут перекусы, ну, всегда нужно полоскать рот, чтобы там никакие кусочки пищи не оставались где-то во рту, между зубами, под языком и так далее. И бесконечно полоскать рот неудобно. Зачем? Ну, это не самое главное. Зачем делать перекусы, если ты атлет, который пытается быть сухим? Это крайне вредно, понимаете? Это даже не то, чтобы я подсмотрел у доктора Берга. Об этом я и думал и сам всегда. Но у доктора Берга, когда еще увидел, что перекусы это плохо, постоянно подбрасываешь инсулин, все это раскочегаривает твой голод, и ты в итоге переедаешь за сутки. Не съедаешь свой нужный поживу, балансовый, а переедаешь. Из-за того, что ты дергаешь инсулин туда-сюда своими перекусами. Поэтому, естественно, никаких перекусов я не делаю. Абсолютно согласен с тем, что лучше топить за редкие приемы пищи, чтобы ЖКТ отдыхал и чтобы инсулин не пройдет. И никаких приемов пищи в пищевых паузах быть не должно. И вообще отличная вещь интервальное голодание. Когда есть какие-то часы для приемов пищи, а потом достаточно много часов без еды вообще. Там и стимуляция происходит в выработке гормона роста, других анаболических гормонов. Это полезно. Так жили наши предки, там, десятки тысяч лет назад. Именно так проходили у них приемы пищи. А не так, как сейчас. Все, что вижу, на ходу глотаю. Инсулин вот так туда-сюда дергается. А вот эти перекусы вызывают переедание. Не делайте так. Особенно не перекусывайте тем, что имеет высокий гликемический индекс. Следующий вопрос. Алексей, после тренировки по программе эффективного минимума остается чувство неудовлетворенности тренировкой, как будто мало позанимался. Должно ли так быть? 13 лайков у вопроса. Я вижу, что... Ну, я знаю, что многие люди купили эту программу. Все верно. Абсолютно точно. Программа эффективного минимума. Это программа, которая создана для того, чтобы вы прогрессировали, а не задалбывались на тренировке. Дело в том, что когда уходишь с тренировки с небольшим чувством голода, помните, года 4 назад я даже снимал такой целый ролик, где рассказывал, уходи с тренировки, когда хочешь еще сделать пару упражнений. Уходи! Сделал свою основную какую-то базу, сделал костяк. У тебя, естественно, будут силы, чтобы там прогрессировать почти всегда. Потому что каждый раз, уходя полуголодным с тренировки, ты оставляешь силу на восстановление. Ты никогда не перетренировываешься. Ты вкладываешь всю свою мощь, вот эти немногочисленные рабочие подходы в базовых ключевых упражнениях. Ушел, не заколупался, не задолбался. В следующий раз пришел, восстановление есть, сделал новые свои рекорды. В золотых подходах или там подвал у вас рабочих подходов. Если начнется, вот вы купили программу фиктинов минимума, или у вас другая похожая программа, и вы такие начинаете спекулировать, а я вроде не дозанимался, я хочу еще, а боже, я не докачаюсь вот таким образом. Ведь у меня есть силы, а я ухожу в раздевалку. Как это так? Все говорят, надо херячить, фигачить, топить, бомбить и разорвать. Держите меня, семеро. И в итоге вы будете задолбливать свой организм, вы будете приводить его к состоянию перетренированности, потихоньку к накоплению усталости, и прогресса у вас не будет никакого. Так что решайте сами. Те, кто на фарме, они могут себя задолбливать. Да, они себя там задолбливают, а вроде прогрессируют, им пофигу. Если вы натуральный атлет, зожник-физкультурник, даже не зожник-физкультурник, как я, пытаетесь силовуку поднять свою максимально, всегда уходите из зала с чувством голода к тренировке. Но в немногочисленных подходах вы должны стремиться выложиться. Вот в тех рабочих, чтобы была прогрессия нагрузки от недели к неделе. Это обеспечит рост силы и мышц. Доброго дня, Алексей. В каких случаях порекомендуется в жиме лёжа применять кистевые бинты? Если никаких проблем с запястьями нет при жимах, ничего не тянет, не побалит, вообще не нужно применять. Не советую привыкать к кистевым бинтам, если вам они как бы не требуются, а вы к ним просто привыкаете, потому что модно или кто-то сказал, не советую, не надо. Когда микротравмы, рекомендую. Ну, то есть, когда вы там потянули где-то что-то в запястье, и при жиме у вас болевые ощущения, или на брусьях, или при армейском жиме, тогда, при микротравмах. Ну, или максимум при каких-то рабочих весах от 1 до 5 си повторений в отказ. Но это, опять же, не обязательно, но если чувствуете какой-то дискомфорт, применяйте. Не чувствуете дискомфорта, не применяйте. Не приучивайте ваши запястья к слабости. То же самое касается и наколенников на колени. Ну, если вы, конечно, не хотите читерить, как все, чтобы поднимать чуть больше веса за счёт наколенников. Как я это иногда читерю, у меня специальные наколенники, чтобы чуть больше поднимать, чтобы халявить, как это делают другие. И у меня вот пригорело. И последний вопрос, на который я отвечу. Лёша, доброго дня. Может, не совсем по теме, но Иван Красавин натурал, по вашему мнению, или нет? Я посмотрел, что за Иван Красавин, такой блогер, 800 с чем-то тысяч подписчиков. Он это или не он? Но я думаю, что он. С первого взгляда я увидел, что это химик. Ну, блядь, они все импотенты. Да, они все на стероидах. Шутка. С первого взгляда я увидел, что это атлет натурал. Ничего химического там нет. Вот прямо сразу посмотрел и увидел, что это натурал. То есть, ну, как по лицу, как всё сложено. Отечность, там полностью отсутствует отечность. Нет никакой внутренней наполненности мышц. Это просто нормальный такой атлет, нормально сложенный. В общем, зожник натурал. Ничего химического я там не увидел. И на этом вопросе, как вы написали, странном, я, пожалуй, закончу данную рубрику. Друзья, напоминайте, ставьте ваши лайки. Вот за эти банки ставьте ваши лайки. Всем пока. До новых встреч в рубрике информативный атлетизм. А сейчас пора ехать, дальше пропагандировать спорт. Спасибо.